В эфире Дагестанское радио. С обзором основных событий и информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня среда, 29 октября, в студии Бедерниси Гусейнова. Доброе утро. Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета страны, включив в него руководители девяти регионов, среди которых и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Напомним, Государственный совет Российской Федерации был создан указом президента России в сентябре 2000 года. Этот орган не имеет властных полномочий и существует для рассмотрения под руководством главы государства насущных проблем страны. В Госсовет по должности входят руководители российских регионов. Также в его состав могут быть включены бывшие руководители субъектов Российской Федерации, имеющие большой опыт государственной и общественной деятельности. Начало отопительного сезона в республике обсудили на пресс-конференции в Госсожилой инспекции. Руководитель ведомства Али Джабраилов предупредил о всех рисках, которые могут быть в день подачи тепла в дома, и дал некоторые рекомендации. Паспорта готовности котельных давно сданы. Отопительный сезон Махачкале официально начинается с 1 ноября. В этот день желательно находиться дома или заранее проверить состояние отопительной системы. По данным администрации Махачкалы, к зиме столица готова. Промыли и прочистили все линии тепловых сетей, отметил Джабраилов. В ближайшее время вся отопительная система будет работать в штатном режиме. Во всех домах появится тепло. После запуска тепла в системе требуется особое внимание со стороны жителей. Всем известно, что в республике очень много переустроенные отопительные приборы. Кто-то затеял квартиры ремонт у себя, в том числе, может быть, и снял батареи, радиаторы. Вдруг запустят тепло, чтобы они были в курсе. В Махачкале прошло открытие киноклуба «Панорама». Приоритет новой творческой организации – создание дискуссионного форума для сообщества кинодеятелей. В дальнейшем участники киноклуба планируют проводить просмотры и обсуждения фильмов, обмен опытом и мастер-классы. Один из древнейших городов нашей страны Дербент готовится к своему юбилею. О музее под открытым небом и его историческом значении в сюжете Джамиля Богомедовой. Современный Дербент – это город-музей под открытым небом, получивший в 1989 году статус государственного историка, архитектурного и художественного музея-заповедника, охватывающего территорию с охранными зонами, равную 1439 га. Дербентский музей-заповедник включает в себя около 150 памятников федерального и республиканского значения и поэтому требует к себе соответствующего отношения, отметил директор госучреждения Республиканский центр охраны памятников истории, культуры и архитектуры Магомада Ахмедов. Дербент – особый памятник, который связан не только с чисто, например, кавказской культурой, кавказской историей, он также памятник и переднеазиатский, потому что строился он в свое время для защиты границ, сложившихся к тому времени мощного государства – это Персия и дальше. Поэтому, конечно, это одна из таких партификационных крупных сооружений, которая вошла в памятник ЮНЕСКО. И, соответственно, конечно, до строительства. Сам Дербент, он не вырос на новом месте, до него там было поселение, в следующем году будет отмечаться 2000 лет, поэтому сегодня, конечно, активно проводятся на территории города реставрационные работы, изыскательские работы, раскопки проводятся, потому что сам Дербент, полностью весь город является памятником, земля, на которой он стоит, является памятником. И копать сегодня в Дербенте, где бы ты ни копнул, все равно наткнешься на более ранний памятник. Сегодня, конечно, объемы большие, хотя считаю, что, конечно, тех средств, которые пока вот отпускаются, та вот график средств, ну, недостаточный. Конечно, можно было бы и больше, и более масштабнее проводить эти работы, начиная и дом Бестужево-Марлинского, и ворота Дубары-Капе, которые вот в проекте, они должны восстанавливаться, ну, и все остальные объекты Дербента. Конечно, туда не вошли, это тоже интересные объекты, как Джума-Мечеть, но, надеюсь, это, наверное, будет уже после двухтысячелетия. В целом, работа должна постоянно проводиться, это не такой комплекс, один раз сделал, отреставрировал, и вот лет 10 ничего не делаешь. Это огромный комплекс, огромное сооружение с огромными проблемами, поэтому там нужно ежегодно проводить мониторинг, проводить мероприятия по сохранению, по повреждению. Поэтому Дербент – это постоянно такой живущий организм, который требует себе большого внимания. Юбилей Дербента дает шанс жителям всего Дагестана еще раз глубже и основательнее посмотреть на прошлое, восстановить те страницы истории, которые по каким-либо причинам умалчивались или были преданы забвению. Дербент – величайшая реликвия России, единственный сохранившийся на своем историческом месте античный город. Кроме того, это самый древний, как мусульманский, так и христианский и иудейский центр, ведь именно отсюда начали свое распространение всемировые религии на территории современной России. Вот уже более 10 лет в Махачкале работает Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Среди основных задач – профилактика безнадзорности и беспризорности, а также реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, говорит директор центра Амината Бакарова. В социально-реабилитационном центре находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, беспризорные, безнадзорные, находящиеся в социально опасном положении. Трудная жизненная ситуация, сироты, круглые сироты, социальные сироты. Вся категория детей, которая нуждается в помощи государства, она получает эту временную помощь, и государство у нас здесь. К нам могут обратиться любой несовершеннолетний, который чувствует непонимание со стороны родных, семьи или лицеменяющих родителей от 8 до 18 лет. Могут обратиться любой сосед, если знает, что по соседству жестокое обращение к ребенку, они спокойно могут обратиться в органы опеки или участком, или напрямую связаться с нами, и мы выезжаем по адресу, если есть необходимость нашего вмешательства, забираем ребенка. Но это все временно. Если ребенку необходимо установить социальный статус, лишить родительских прав, или же восстановить какие-то документы, естественно, всю эту работу мы выполняем. При установлении социального статуса, если подтверждается, что ребенок сирота, то мы определяем на постоянное местонахождение в госучреждении. Если нет такой возможности, определить его семью. Естественно, если есть возможность определения ребенка в семью обратно, то наше приоритетное направление – восстановить связь с семьей и определить ребенка обратно в семью. У нас психологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе. У нас в основном все дети старшего возраста. К сожалению, есть такая категория, такой пласт населения у нас, в которой родители считают, что накормил, одел, все. На этом его функция, как родители, заканчивается. Ну, кроме этого, они должны дать еще воспитание и образование ребенка. У нас есть вот такие дети, которые в 10-11 лет идут только в первый класс. Есть такие, которые в 15-16 лет читать, писать не умеют. Общеобразовательная школа уже не может индивидуально с этим ребенком работать. И, во-первых, сам ребенок уже взрослый, он понимает, что он не должен находиться в первом и во втором классе. И он просто уже перестает ходить в школу. Он доходит до школы, поворачивается, уходит у нас. Учителя с 34-й школы приходят на нашу территорию, преподают уроки с 1-го по 9-й класс. Новости культуры Кизлярский терский ансамбль «Казачьи песни» принял участие в первом межрегиональном фольклорном фестивале «Звени Домбра, играя гармонь и пой частушка веселей», проходившем в Калмыкии. Кроме фестивальных концертов, наш коллектив участвовал и в работе круглого стола на тему «Домбра в инструментальной музыке калмыков». На церемонии закрытия дагестанским артистам был вручен диплом за самобытность, сохранение народных традиций и активное участие в фестивале. О спорте. Пять медалей завоевали дагестанские борцы вольного стиля на международном турнире на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бу Вайсара Сайтиева в Красноярске. В юбилейном 10-м по счету турнире среди юношей приняли участие свыше 300 борцов, которые разыграли медали в 11 весовых категориях. Дагестанская команда на соревнованиях была представлена семью спортсменами. Двое из них стали победителями турнира, еще трое – серебряными призерами. И о погоде. Дагестанский гидрометцентр сообщает. Сегодня по районам Дагестана ожидается переменная облачность без осадков. По низменным районам утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный – 12-17 метров в секунду. В горных районах слабый. Температура воздуха 10-15 тепла. В горных районах 5-10, местами до плюс 15. В Махачкале ожидается без осадков ветер юго-восточный – 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 тепла. Температура воды в море – плюс 11. И это все новости на этот час. Я прощаюсь и желаю удачного рабочего дня. О событиях дня – 18.10 на канале Радио Россия.